Привет, друзья! В этом ролике мы обсудим, почему материал PG настолько разный. В том плане, почему у разных людей детали из этого материала ведут себя абсолютно непредсказуемо. И из комментариев в интернете сдаётся ощущение, что обсуждаются абсолютно разные материалы. И кажется, что тут кто-то явно врёт. Поэтому что тянуть? Давайте приступим. Для помощи я пригласил моего коллегу Сергея с канала Сергей Инженер. Здравствуйте, уважаемые. Опять PG и опять всё не так уж однозначно. Ссылочку на его канал я оставлю в описании. Рекомендую как минимум заглянуть. А если зайдёт, то и подписаться. Мне честно понравился его подход. Когда первый раз на него наткнулся, на его ролик про PG и трещины на нём, я подумал, что это очередной хайпажор, который перепутает нагрузки и назовёт их просто динамическими. Да, это всё объединит. Но нет, ролик был спокойным, рассудительным. И он показал, что истина на самом деле где-то посередине. И динамические нагрузки, они бывают разные. Ну и конечно же, всё это сдобрено пруфами. И я предложил ему сделать совместный ролик. И перед вами наше совместное детище. Начать стоит с понимания, что есть PG. PG это полиэтилен, терифталат, гликоль. По международному обозначению правильно пишется вот так. Именно через дефис. Это младший брат Пэт. Это споликонденсированный полимер, чтобы побороть минусы своего старшего брата Пэта. Такие как кристаллизация, а по-русски помутнение и охрупчивание деталей при медленном остывании, соответственно. Он не имеет такой большой усадки, как Пэт. Некоторые марки превосходят в этом показателе даже ПЛА. Ну и он не так требователен к переработке. Я делал огромный ролик про переработку Пэта. Ссылка сейчас всплывёт. Она откроется в новом окне. Обязательно посмотрите. Но у Пэт есть пара огромных минусов. Первый и основной это, конечно же, цена. Гранула 5G стоит в два раза дороже, чем Пэт. А со вторым минусом я расскажу уже в итогах. Сейчас основное применение 5G это нить для 3D принтеров и толстостенные листы, которые невозможно быстро остудить. И если бы их делали из простого Пэт, они бы просто стали мутными. Многие ошибочно себя представляют, что 5G это модифицированный гликолем Пэт. Это вроде типа посыпал так вот сверху гликолем и вот у тебя 5G. Но это совершенно не так. Во-первых, неправильно говорить гликоль. Ну, как неправильно? Это как объединить ударные, вибрационные нагрузки, там импульсные нагрузки и назвать их динамическими. То есть формально, да, вы правы, они динамические, но нагрузки абсолютно разные. Так и гликоли разные. По ним на самом деле можно диссертации писать. Так вот, гликоли это двухатомные спирты. Но нам интересен он. Циклогександиметанол. 5 баллов тому, кто найдет в этом названии слово гликоль. Так вот, именно он прячется под буквой G в названии Пэт-ЖИ. И делает из Пэт мужчину. Нет, делает Пэт-ЖИ. Не будем углубляться в тему поликонденсации, иначе, ну, вы совсем уснете. Перейдем сразу к десерту. Что же влияет на Пэт-ЖИ после печати? Первое, что хочется отметить, это самое опасное. Это ультрафиолет. Пэт-ЖИ сильно деградирует под его действием. В работе номер один изучается старение Пэт-ЖИ-пластика при воздействии на него ультрафиолета. Сравниваю чистый Пэт-ЖИ и Пэт-ЖИ со специальными добавками, предотвращающими деградацию и старение. Чистый Пэт-ЖИ показал заметное изменение молекулярной массы. В работе номер два также исследуется влияние ультрафиолета. Идет сравнение чистого Пэт-ЖИ и Пэт-ЖИ с добавлением нанотрубок. В работе приведены механические испытания до воздействия ультрафиолетового излучения и после. Результаты показали, что у всех образцов без добавок относительное удлинение снизилось в несколько раз. Это значит, что Пэт-ЖИ при воздействии ультрафиолета становится существенно более хрупким. И это с учетом того, что он сам по себе очень хрупкий. Исходя из этих работ, стоит понимать, что желательно воздержаться от использования этого материала на открытом солнце или при попадании прямых солнечных лучей. Например, через оконное стекло. Хоть стекло и задерживает большую часть спектра ультрафиолета, но не останавливает все. А время засветки образцов было всего 144 часа в первой работе и 100 часов во второй работе. Это не очень много, верно? Чтобы вы понимали, насколько это немного, согласно открытым источникам, солнце выделяет в среднем около 100, прошу прощения, 1000 ватт энергии на 1 квадратный метр. Это очень сильно зависит от широты на самом деле. У нас в Астрахани это плюс-минус 1300 ватт на квадрат. Из них 3% это как раз УФ излучение. То есть при среднем значении в 1000 ватт, 3% это 60 ватт. А во второй работе использовали лампу, которая выдает всего лишь 5 ватт на квадрат. Это не мощность самой лампы, это мощность излучения на квадратный метр. То есть УФ излучение в эксперименте в 6 раз меньше, чем дает солнце. Надеюсь, понятно. Ультрафиолет равно зло. И некоторые попробуют меня поправить, что толик, ну можно же покрасить деталь. А здесь уже смотрим следующий пункт. Влияние температуры. Многие в курсе и с этим не будут спорить, что PG, мягко сказать, не очень теплостоек. Кто не в курсе, PG при относительно небольших температурах размягчается. Но это не единственное, что делает с ним температура. В работе номер 3, если что, кстати, этой работы еще нет в открытом доступе. Только по аннотации. По-русски говоря, саму статью еще не успели спиратить с рецензируемого издания. Но переведенной аннотации достаточно для нас, обывателей, чтобы понять, в принципе, суть. Ребята провели исследование влияния термоциклирования на PG. Это 2000 циклов. Что из себя представляет один цикл? Мы опускаем образец в воду, которая нагрета до 55 градусов. Ждем 60 секунд. После чего вытаскиваем и кладем образец в ванну с температурой воды в 5 градусов. И так 2000 раз. В ванне с температурой воды в 5 градусов деталь также держится 60 секунд. Исследование показало рост твердости поверхности образцов. По-русски говоря, PG стал хрупким из-за перепадов температур. Из этого исследования понятно, что если вы покрасите деталь, это никак ее не убережет от перепадов температур. И есть еще одна особенность PG. Он со временем разлагается. Дело в том, что циклоглександиметанол, это, как помните, гликоль, имеет свойство разлагаться на составляющие и ацельдегид. Забавно, кстати, что во время печати, когда по логике самые жесткие условия для материала, PG показывает себя как один из самых безопасных пластиков во время печати. Он выделяет меньше всего вредных веществ даже по сравнению с пыла. Об этом говорят научные работы. Исключение это стеклонаполненный PG, который выбрасывает крупные частицы в окружающий воздух. То есть тот же наполнитель стекловолокно. Так вот, маленькое отступление. Что нас подвигло, в принципе, на данный ролик? Это запах. Я взял пакет с отпечатанными деталями. Если что, здесь всего килограмм. И когда его открыл, почувствовал такой сильный гликольный запах. Я подумал, что это гликоль. Его ни с чем не перепутать. Он такой вот сладковатый. Запах очень похож на этиленгликоль или пропиленгликоль. Вы этот запах также можете почувствовать, когда открываете новую свежую катушечку PG-пластика. Вот когда вы открываете, запах вот этот сладковатый есть. Это как раз мы думали, что это гликоль испаряется. Да, циклогександиметанол испаряется. Но, покурив эту тему, почитав научные работы, мы пришли к выводу, что это как раз следы разложения PG-пластика. И выделяется ацельдегид. Он имеет очень схожий запах. Легко перепутать. И интересно, что пакет с отпечатанными деталями лежал у меня под столом. Солнца он не видел. То есть ультрафиолета нет. Температура там стабильная. Да, кажется немножко абсурдным. Но оказалось так. Материал разлагается. Становясь при этом, кстати, хрупким. К сожалению, у нас нет документации о поликонденсации самого PG. А точнее, подробной документации. Очень интересно выявить закономерность. Ну, хоть какую-то. А то у одного производителя это очень ярко выражено. А у другого нет. Тут, скорее всего, взаимосвязь с ценой гранулята. Видать, какой-то технологический процесс выкидывается в угоду удешевления сырья, к примеру. Но это уже на самом деле догадки. Если у вас есть документация о поликонденсации PG-пластика, то, пожалуйста, скиньте на электронку или в личку. Все контакты есть в описании. Ну и на десерт. Влияние воды. Есть работа, где люди выбирали материалы для буев. Выбирали между ПЛА и PG-пластиком. Образцы погружались в жидкость на срок в 10 недель. Прошу. Перед вами три столбца. Первый – это дистиллированная вода. Вторая – это сахар. И третья – соль. По сути, имитация соленой воды. Как видите, хуже всего выглядит образец после соленой воды. Для справедливости также показываем и ПЛА-пластик. По порядку – дистиллированная вода, вода с сахаром и соленая вода. Как понятно из работы, прямой контакт PG с водой на длительный период нежелателен. Ну что, друзья, давайте подводить уже итоги. Да какие итоги на самом деле могут быть? Вы сами все прекрасно видели. Если что, все аннотации, все вступления, чтобы вы спокойно могли найти эти научные работы, мы оставим в описании. Перед вами ярко выраженная вторая причина, почему PG не используют повсеместно. Это нестабильность конечных физических свойств при очень жесткой привязке к зоне конкретного использования детали. PG деградирует под ультрафиолетом и твердеет при циклическом нагреве и охлаждении. Сам по себе разлагается со временем. И, как я говорил выше, если у вас есть документации по поликонденсации PG, с удовольствием вы почитали. Литература действительно для нас интересная. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Спасибо большое моему соавтору Сергею. Если вам понравилось данное совместное творчество, пишите. И мы постараемся сделать еще что-то прикольное. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте заглядывать к нам в группу ВКонтакте, а также к нам в интернет-магазин, где вы можете сэкономить и при этом поддержать канал рублем, позволяя создавать подобный контент специально для вас. Кстати, мы еще есть на Озоне. Так что, что там? Алиэкспресса! Ссылки на все соцсети, магазин, Озон будут в описании. Также ссылка на канал Сергея также там. Послесловия простите не будет, так как тема такая серьезная. Не хочу ее портить своим бла-бла-бла. Удачи!